Закрытие университетской смены в Елабуге. Солнце исчезнет и мы тоже. Мозаика народов мира. Студент КФУ покоряет Российскую Академию Наук. Всем привет в эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. В стенах Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное дню рождения кафедры туризма и сервиса. Она работает на базе института уже 15 лет. С поздравительной речью выступили все, кто причастен к ее созданию, становлению и развитию. Директор ИУФ КФУ Наиля Багаудинова и начальник отдела развития туристской индустрии Государственного комитета по туризму Республики Татарстан Артур Камалеев высказали свои пожелания и поздравления присутствующим в зале. Еще 1 ноября старшеклассники из Луганской Народной Республики прибыли в Казань для дальнейшей поездки в Елабугу. О том, как ребята провели 10 дней в рамках университетской смены, подробнее в сюжете. 39 и 11 классников из 8 школ Лисичанска, которые стали участниками проекта «Университетские смены Казанского федерального университета», завершили свое 10-дневное обучение в историческом городе нашей республики. Школьники познакомились с тем, как все устроено в Татарстане и прониклись богатым культурным наследием республики, а также изучили работу Елабужского института. Огромное спасибо этой смене, этим 10 дням. Они очень запоминающиеся, они запомнятся мне очень надолго. Вроде бы 10 дней, что можно было за это успеть, а мы буквально обколесили всю Елабугу, посмотрели много чего интересного, ну просто восхитительного, того, чего нельзя увидеть в обычном мире. Ребятам показали места исторического наследия Елабуги и подробно рассказали о прошлом быте купцов, которые проживали в Елабужском уезде, об археологических изысканиях и насыщенной историей университета. Помимо этого, сотрудники института смогли организовать для ребят активный досуг, игры в волейбол и различные мастер-классы, где каждый нашел для себя любимое занятие. Смена мне очень понравилась, я думаю, что, скорее всего, буду поступать сюда на учебу. Вот. Здесь замечательное место, замечательные вожатые, замечательные учителя. Я им очень благодарен за эту смену, за то, что они для нас сделали. Спасибо вам большое. В Центре дополнительного образования Дом научной коллаборации имени Валиева участники смены под руководством преподавателей и студентов Елабужского института КФУ занимались робототехникой, 3D-моделированием и изготовили брелоки с лазерной гравировкой. Не забыли и про экскурсию в колледж Алабуга Политех. В рамках блока «Старт в профессию» школьников познакомили с процессом обучения будущих специалистов и рассказали про экономическую зону Алабуга. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Кристина Отекина, Айдар Нурмиев, Универ Новости. Ежедневно мы наблюдаем за тем, как Солнце восходит и заходит за линию горизонта. Оно не только является крупной звездой нашей галактики, но и служит основным источником света и тепла для Земли. Но что будет, если в один из дней его не станет? О причинах возможного исчезновения Солнца и его последствиях узнаете далее. Солнце является самым важным источником энергии на Земле. Оно представляет собой горячий шар плазмы и находится на расстоянии около 150 миллионов километров от нашей планеты. Несмотря на то, что небесное тело является нашей батарейкой, стоит учитывать и негативное воздействие. Например, вспышки солнечных бурь, которые оказывают непосредственное влияние на сознание людей и электромагнитную обстановку в целом. Уже не первый год ученые задаются вопросом, что же будет, если Солнце исчезнет и сможет ли без него продолжаться жизнь на Земле. Разумеется, Земля без Солнца существовать в том виде, который мы сейчас видим, не сможет. То есть первое, что произойдет, разумеется, тут все замерзнет абсолютно так. Ну, представим, что Земля вылетела от Солнца куда-то в космическое пространство. Но, разумеется, исчезнет и все живое на нашей планете, потому что без энергии солнечной биологической жизни, которую мы знаем, невозможно. Если Солнце все-таки исчезнет, то температура на нашей планете снизится до абсолютного нуля и меньше. А это смерть для всех организмов. Земля погрузится в долгую ночь. Без фотосинтеза погибнет большинство растений, поэтому выживут только крупные деревья с большим запасом питательных веществ и то ненадолго. Также есть и шансы существования животных, а точнее полярных видов, которые наиболее приспособлены к морозам. Океаны покроются куркой льда толщиной в несколько десятков метров, что поспособствует замедлению остывания недр планеты. Но их тепла хватит для поддержания жизни в океане в районах геотермальных источников на миллионы лет. В отличие от животных и растений, люди не так сильно зависимы от Солнца. Несмотря на риск гибели от холода, если позаботиться о создании укрытий, обеспечиваемых теплом и электричеством с нужным количеством запасом еды, то есть шанс продержаться дольше. Когда-то через, опять-таки, большое количество лет, мы до этого, разумеется, никто не доживем, считается, что галактика, ну, называется она туманность, Андромед, на самом деле это галактика, сольется с нашей галактикой Млечный Путь. Но, опять-таки, тут не то, что отстукнулись два каких-то тела, а просто одна погладит галактика другой. Скорее всего, Андромед и галактика, она больше просто-напросто. Поглотит нашу галактику, так как межзвездные расстояния достаточно большие. Но единственное, что тогда может произойти, то, что, в общем-то, наше Солнце будет выкинуто за пределы новой вот этой системы. Исчезновение Солнца можно не бояться несколько миллиардов лет. Что нельзя сказать о тех космических угрозах, которые существуют в реальности. Одно из таких — падение большого массивного тела, например, астероид Апофис, который ожидается ближе к 2030 году. Или взрыв сверхновой звезды, которая уже, вероятно, где-то взорвалась, а ее гамма-излучение летит со скоростью света к нам. В зависимости от того, где и с какой силой это произойдет, будет зависеть, останется жизнь на нашей планете или нет. Если рядом, еще раз говорю, с нашей Солнечной системой достаточно близко, такая сверхновая звезда взорвется, и мы даже об этом знать не будем, потому что и вот этот взрыв, свет, и гамма-излучение будут лететь с одной и той же скоростью. Допустим, там год лететь или там несколько лет до нашей планеты. Через две минуты у нас тут будет все стерилизовано, то есть никакой жизни до Земли не останется. Если гамма-излучение от взрыва сверхновой звезды до нашей планеты доберется. Не менее важна и проблема космического мусора, которая возникла из-за ряда причин. Столкновения и разрушения космических объектов с течением времени, которые распадаются и образуют еще больше обломков и мелких частей мусора. Также ухудшают ситуацию и часть, оставленные после проведения космических миссий. Старые или неисправные спутники, верхние ступени ракеты и другие отработанные аппараты. Все это предоставляет большую угрозу. Если дальше так все продолжится, а ведь там все это на орбите оставляют, разрезают спутники, ну допустим, там вот теряют что-то. В общем, там много уже накопилось, огромное количество техногенного вот этого мусора. То, что просто вылететь за пределы нашей атмосферы космические корабли не смогут. Собрать этот космический мусор невозможно. Нет таких технологий. Проблемы исчезновения Солнца на данный момент не так актуальны. Но есть и другие космические проблемы, имеющие огромное значение для развития науки, технологий и продолжительности жизни на Земле в целом. Поэтому осуществление международного сотрудничества и инвестирования в космические программы становятся все более важными. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Универновость. Недавно в здании Президиума Российской Академии Наук состоялась церемония награждения лауреатов ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала «Разведчик». Призером в первой номинации стал студент Казанского Федерального Университета Егор Белячков. О том, что особенного в его выигрышной работе, узнаете далее в сюжете. В современном мире в текущей геополитической ситуации, безусловно, актуально развитие дипломатических взаимодействий между государствами. Как раз этим и занимаются студенты Института международных отношений Казанского Федерального Университета. В их работах затрагиваются важнейшие вопросы международных отношений, конфликтов и других проблем нашей необъятной планеты. Самые лучшие работы, разумеется, не остаются незамеченными в кругах научного консилиума. В рамках Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала «Разведчик» победителем и лауреатом первой степени стал студент Казанского Федерального Университета Егор Белячков. В номинации «Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и стратегического прогнозирования». Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский лично вручил студенту почетную награду, а также поблагодарил за вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Это один из важнейших государственных приоритетов, которые входят в число трех задач десятилетия науки и технологий. Тема данная актуальна, так как мы все с вами видим, сейчас происходят такие коренные изменения в структуре международных отношений, во внешней политике, в многих государств мира, в том числе и Австрии. То есть задача изучения таких проблем, она очень актуальна сама по себе даже сказать. Ключевой темой в работе Егора стал австрийский нейтралитет в условиях реконфигурации международных отношений на современном этапе. Все началось с классической курсовой работы. Благодаря стараниям студента и его научного руководителя доклад дошел до Российской Академии Наук. Там оценили вклад в развитие международных отношений в такое непростое время. Ведь проблема современной мировой политики, глобальной экономики и взаимодействия цивилизаций в эпоху многополярного мироустройства актуальна как никогда. Ну нужно сказать, что в принципе я узнал вообще о данном конкурсе научно-исследовательских работ, которые Академия Наук проводила, от заместителя директора по социально-исследовательной работе моего института Туманина Виктора Евгеньевича. Вот когда он мне сообщил, это был где-то, наверное, апрель месяц, если я сейчас не ошибаюсь. И в принципе где-то месяц я уже начал самостоятельную работу, потом мне помогал мой научный руководитель в рамках данного проекта Шмелев Дмитрий Викторович. В этом году в конкурсе приняли участие более 70 студенческих объединений из 30 регионов России. В финал вышли 17 студенческих коллективов из российских вузов Казанского федерального университета, Севастопольского государственного университета, Псковского государственного университета, Челябинского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, а также Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и других. Валерия Карташова, Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. Казанский университет на протяжении всей своей истории стремится к созданию комфортных условий обучения для всех культур и национальностей. Более двух тысяч студентов Казанского федерального университета приняли участие в масштабном празднике фестиваля «Мозаика народов мира». В культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета состоялся гала-концерт фестиваля «Мозаика народов мира». Участники продемонстрировали свои лучшие танцевальные постановки, вокальные композиции и творческие номера. Здесь были представлены настольные игры народов мира. На интерактивных площадках можно было познакомиться с традициями и культурой разных стран. «Мозаику» составили такие мероприятия, как конкурс «Кухни народов мира», национальные спортивные и интеллектуальные игры. Сам концерт включал в себя лучшие танцевальные постановки, театральные миниатюры и вокальные номера. На мероприятии выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев, который в своем приветственном слове поздравил каждого сидящего в зале. Мероприятие, которое мы сегодня присутствуем, «Мозаика народов мира», проходит в контексте большой плановой работы в нашем университете, связанной с презентацией народов, культур, тех студентов, которые обучаются в нашем университете, проживают в наших общежитиях. Это студенты из более чем 100 стран мира, их порядка 12 тысяч, это большая армия. В этом году фактически у нас наибольшее количество студентов иностранных, наверное, за всю историю Казанского федерального, государственного, императорского университета. Фестиваль способствует успешной адаптации и активному культурному обмену между студентами, сплочению и взаимоуважению различных культур и народов. Более того, популяризация творчества и изучение традиций и обычаев различных культур, представленных среди учащихся КФУ, благоприятно сказываются на социализации и интеграции в новой для них среде. Торжественно поприветствовал гостей и продектор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межвидилов. Его речь вдохновила большинство присутствующих на продолжение продуктивной работы и учебы. Особо хотел вас поблагодарить, что действительно мы порой работаем, уважаемые студенты, забываем сказать просто спасибо тем людям, которые организовывают процессы. Вы поблагодарили департамент по молодежной политике. Я хочу, мало вердикт, сказать, что департамент внешних связей и департамент по молодежной политике нам удалось на протяжении уже многих лет совместить наши общие действия во благо наших иностранных обучающихся. Ежегодный фестиваль культур иностранных студентов «Мозаика народов мира» – пожалуй, одно из самых ярких, крупных и запоминающихся мероприятий Казанского федерального университета. Десятки активностей, сотни часов подготовки, тысячи участников и огромное количество эмоций – все это включает в себя этот праздник. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Музее истории Казанского федерального университета прошла встреча проректора по внешним связям Тимирхана Алишева с представителями Сумгаицкого государственного университета во главе с ректором Руфатом Айвас Аглуазизовым. Гостям рассказали об исторически значимых моментах прошлого нашего вуза и провели экскурсию по местам обучения и становления известных личностей, некогда учившихся в Казанском университете. Основной темой визита делегаций стало подписание соглашений между двумя образовательными учреждениями, которые нацелены на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!